Так вот, процесс создания одного гибрида, ну это минимум 10 лет, где мы взяли родительские линии, мы их создали. Мы тогда продадим меньше фунгицидов, но тем не менее гибриды наши устойчивы. На текущий год есть всего лишь один гибрид, на следующий год у нас появляется второй. Урожайность и технология, вообще химический подсолнечник, по твоему мнению, отличается по урожайности от классики. То, что остается в почве, оно может негативно влиять на последующую культуру. Заразиха имеет такие свойства, как мутация. Привет, это Агроменеджер. Сегодня опять поговорим за семена. И если мы говорим про семена, то куда же я от своего коллеги Артема. Привет, Артем. Привет, Валерия. И в этот раз мы хотели, точнее я тебя привез на локацию, мы в прошлый раз снимали на Кубани, красивый подсолнечник. Но сейчас мы находимся, ну фактически в самом центре Центрального Черноземья, в Орловской области. И сейчас я хотел бы с тобой начать разговор о том, что именно как раз применительно в нашем Центральном Черноземье. Какие гибриды интересны из линейки Щелково-Аграхим, которые можем предложить, что сейчас есть, чем они отличаются. Поэтому слово, как говорится, тебе. Я единственное, что знаю. У нас сейчас есть три системы возделаны. И медозаленон, сульфа и классическая. Вот какая система защиты больше нравится тебе и почему? Все верно, Илья. Дело в том, что компания Щелково-Аграхим подготовила гибриды, которые могут решить любую задачу, которая стоит перед нами. Главное, чтобы это знали наши зрители. Да, безусловно. Что больше нравится тебе? Ты знаешь... Или с чего бы начал разговор? Я бы, наверное, начал разговор с того, какая задача перед нами стоит. В первую очередь, сейчас стоит подходить, исходя из того, какая культура будет в последующем все в обороте. Очень популярная культура сейчас соя. И я знаю, что у многих есть проблема в последующем бороться с падалицей подсолнечника в данной культуре. Я имею в виду соя. Ну, ты сейчас прям начал, прям с топовой темы. Уже сразу переходишь к нам на химики. Нас сейчас больше интересуют семена. Поэтому меняем сейчас чуть-чуть картинку. Вы пока подписывайтесь. Мы сейчас пройдемся и поговорим более подробнее за классический. Верно, подсолнечник? Все верно. Начнем с него. Все отлично. Подписка. Классические гибриды в линейке Шелку и Аграхим. Почему выбрал классику? Какие и чем отличаются? Почему прежде? Ты знаешь, для нашего региона, для Центрального федерального округа, на мой взгляд, будут наиболее оптимальные, адаптированные к нашей климатической зоне. Допустим, если мы будем разбирать такой гибрид, как Фрея, он достаточно ранний, у него по срокам вегетация 95-100 дней составляет. То для нашей зоны, я считаю, что будет он достаточно востребован, он достаточно устойчив к различным заболеваниям, в том числе и ржавчин, которые достаточно актуальны по нашему региону. Согласен. Мы тогда продадим меньше фунгицидов. Но, тем не менее, гибриды наши устойчивы. Слушай, вопрос сразу. Ты говоришь, они максимально адаптированы под наши условия. А они районированы. Все верно. Мы хоть субсидии-то получим, а то сейчас адаптированы и что. Те гибриды, которые я сейчас назвал, классические, именно пятирасовые, которые держат заразиху, которые тоже приходят в наш регион, это тоже тема достаточно актуальная. В нашем портфеле есть как гибриды, которые держат пять раз, так и есть классические гибриды под классическую технологию, которые могут держать и семь раз. Слушай, ну, я думаю, в Липецке мы надеюсь, что не найдем даже до пяти или до семи раз, что у нас не будет, как в других регионах. Но, тем не менее, защита от заразихи, это неплохо, если не хотите использовать имидозаленон. Но при этом, опять же, классика. Короткий вегетационный период. Правильно? Можно ли их назвать ультраранним? Ты знаешь, Илья, нет, я считаю, что ультраранними их назвать нельзя, поскольку существует определенная классификация. И, допустим, наш самый ранний гибрид Freya 95-100 дней, он относится все же к ранним. Ультраранним, к сожалению, в нашем портфеле на текущий момент нет. Слушай, ну, я знаю точно, что один из важных показателей все равно для подсолнечков, это является его всхожесть, энергия прорастает. Видел ли ты сам лично, как он прорастает? Потому что мы видим уже подсолнечек, который сейчас, конец цветения уже идет. А вот что было на начальном этапе, как себя показывают эти два гибрида? Ты знаешь, могу с полной уверенностью выделить наш гибрид RF, то есть тот, который показал, мы когда зашли на поле, начали считать именно всходы, составлял достаточно высокий процент по всхожести с учетом инсектицидной протравки, доходило до 95%. Ну, то есть, если мы говорим, что ГОСТ-86, то мы явно ГОСТ не смотрим, у нас, как обычно, самая высокая европейская западная селекция для нас ровнее, поэтому мы идем туда в своих показателей. Слушай, это классно, но опять же, мы, как химики, любим химичить. Я знаю, что в нашей области химического подсолнечка и имид защиты, и сульфанил, и мочевин очень много. Гибриды из этого, ну, нельзя исключать списка, наоборот, надо рассказать про них. В чем их принципиальное различие именно как раз технологии, я думаю, вы сами знаете лучше нас. А вот именно на что стоит обратить внимание, и есть ли у нас, и сколько их, это уже расскажешь ты. Итак, наверное, я хотел бы начать все-таки с гибриды, которые возможны применение сульфанил-мочевин. В нашем портфеле сейчас на текущий год есть всего лишь один гибрид. На следующий год у нас появляется второй. То, что мы видели в этом году на делянках, мне он очень понравился. Он невероятно пластичен, плюс у него очень высокая устойчивость к заразихе. Я думаю, он будет очень востребован на следующий год. Слушай, ну вот смотри, популярность сульфа-подсолнечка, она вообще растет в Центральном Черноземье, в частности. И вот здесь вопрос такой, а с чем это связано? С тем, что дешевизна технологии вот не останавливает людей, допустим, урожай. Кстати, что ты скажешь? Урожайность и технологии, вообще химический подсолнечек, по твоему мнению, отличается по урожайности от классики? Да, безусловно, потенциал больше у классических гибридов. Это научно доказано, что классика является... Тогда почему сульфанилка так вот именно в проценте растет? На мой взгляд, потому что технология с применением сульфанилмочевин достаточно простая в производстве. Препарат работает по двудольным сорнякам. Она не имеет последействия, потому что наш Центральный Федеральный округ очень многом возделывают сахарные свеклы. А Липецк тем более, 120 тысяч почти. То, что остается в почве, оно может негативно влиять на последующую культуру. И здесь обратить внимание на тот севооборот. Но тем не менее, под любую схему у нас же есть или что? Все верно. Я хотел бы знать, что добавить в летние 2-3 года мы наблюдаем начало резистентности к препаратам на основе сульфанилмочевин. То есть в посевах подсолнечника препараты работают более слабо. То есть необходимо либо увеличивать дозировки, и также идет накопление действующих веществ в почве. Хотя сульфанилмочевин, они быстро... Слушай, я сейчас отвлекусь немного на химии, но я знаю точно, почему классику наши еще не любят. Потому что приходится делать междурядку, механическую обработку, потеря подсолнечника за счет механических повреждений. И я думаю, что нам надо просто сделать правильный гербицид. И тогда классический подсолнечник займет обратно свое место, и будет больше урожайности, и будет все хорошо. Вот и все. Это с точки зрения химиков и щелковых игроким, поэтому ждете анонсов. Это был, так говорится, спойлер. Те, кто видел, те услышали. Но, тем не менее, сульфанилмочевина у нас есть. А что касается эмидозаленонов? Если мы, допустим, будем рассматривать наш портфель, в который входит эмидозаленоновая группа. Да, то есть у нас есть 4 гибрида, которые зарегистрированы также по Центральному федеральному округу. Они также у нас с различной группой спелости и с различной устойчивостью к такой заразе, как заразиха. Погоди, есть же такая схема, что эмидозаленон – это полное избавление от заразихи. Но не совсем, поскольку заразиха, ну, тема достаточно старая, все, многие о ней говорили, заразиха имеет такие свойства, как мутация. То есть с каждым годом она может мутировать и, соответственно, каждое поколение становится более сильным и агрессивным. Согласен, да и тем более, как говорится, давайте еще разрастаться, а уж тем более становиться сильнее – это не в наших задачах, поэтому. Но тем не менее, ими гибриды. Вот что ты сказал, у нас их 4, какие 2-то выглядели? В первую очередь я бы смотрел, здесь оттолкался, есть ли проблемы с заразихой, раз, да, то есть по устойчивости, как я сказал, у нас есть различные решения по данному вопросу. Дальше смотрел бы по масличности, поскольку наши гибриды также обладают свойствами, где-то масло дают больше. Больше, чем что? Средняя масличности у нас в региону 48-50. Допустим, крещет по тому году в нескольких локациях он дал 52% масличности. Я тебя сейчас чуть-чуть перебью, я как бывший сотрудник международной компании, относившись к закупкам той же самой семечки, имел отношение. Я знал, что мы очень неплохую премию платили за масличности. И здесь как раз вариант того, что когда цена падает, может быть, брать не только валовкой, но еще и качеством урожая. Высокое масло, гарантированное нашими гибридами, позволит вам получить просто дополнительную добавочную стоимость, что тоже неплохо. Если подводить краткий итог. Да, я понял, у нас в портфеле существуют и классические гибриды, и такие, когда мы говорим гибриды, именно во множественном числе. И классические, и сульфонилмочевина, и ими гибриды, все есть. Но опять же, если технология, технология стоит за выбор, как говорится, за нашим потребителем. Если мы говорим в общем и целом, я думаю, суть нашего ролика, того, что мы пытаемся донести, что у нас есть все. Самое главное, мне сказали, ты же говоришь, что они зарегистрированы, районированы. Да, конечно. А когда? Вчера. То есть мы узнали про запреты, и давай регистрируем гибрид. Так же было? Нет, гибриды мы начали регистрировать с 2017 года. Ну, разный гибрид по-разному зарегистрированы. Самый, скажем так, последний гибрид, который мы зарегистрировали, это был 2020 год. Вот, 2020, 2017, а мы говорим, что Актив Агро 15 лет нашему семейному проекту 5. Что мы делали остальные годы? Последние 15 лет мы работали над генетикой, для того, чтобы данные гибриды показывали высокие результаты в наших полях. Давай я простым языком скажу то, что хотел сказать. Часто у нас в комментариях пишут, где вы взяли родительские линии, либо их что-то украсть. Мы занимались тем, чем должна заниматься селекционная компания. Не семеноводством, не дистрибьюцией, это другое. Размножение семян, чуть другое. Мы занимались селекцией. Так вот, процесс создания одного гибрида, ну, это минимум 10 лет, а по-хорошему это лет 15. Вот как раз 15 лет мы создавали родительские линии. Поэтому, когда говорят, где мы взяли родительские линии, мы их создали. А сейчас они уже есть на рынке, дают тебе результат. Артем, тебе огромное спасибо. Я думаю, что наши рубрики, они продолжатся. В центре были, на Кубани были. Что нам теперь нужна? Уборка или демо-посева? Как ты думаешь, что следующее покажешь? Нужно показать результаты. То, с чем мы будем дальше работать. То есть, будем смотреть на различные гибриды в различных зонах. И будем давать качественные рекомендации, исходя из поставленных нам задач. Шикарно! А я, тем не менее, думаю, что нам обязательно нужен ролик, который скажет изменения в современном законодательстве относительно семеноводства. Сделаем и снимем крутого провинциального аналитика. И разберем все законы, все приказы от Минсельхоза, что нас ждет. Поэтому, вы, если еще не подписались, то подписываемся. Это был Артем, это был Илья, агроменеджеры про семена. Как обычно, у нас ролик не заканчивается на финальной фразе. Нужен по скриптам. А по скриптам следующий. Смотрите, с Артемом мы поговорили, что у нас много семян. А намного ли их? Ну, в этом году будет порядка 150 тысяч посевных единиц всех трех систем возделывания. Поэтому, делайте заявки вовремя, обращайтесь в ближайшее представительство Щелково Аграхим. И будет вам счастье, будете обеспечены подсолнечком. Также очень важно сказать, что мы с Артемом, конечно, посетили уже Кубань, наш семеноводческий центр, наши селекционные площадки. Мы сейчас здесь, в центре, на нашем подсолнечке. Но очень важно, что уже в этом году мы заложили центры. И в Поволжье, там, где больше всего в России подсолнечка, миллионы гектар, Саратовска, Волгоградская, Самарская область, там есть демоцентры. В центре есть демоцентры. На юге, ну, скоро, наверное, Антарктиду завоюем. Но по скриптам должен быть короткий. Поэтому, смотрите, мы продолжим рассказывать про семена лучшей российской селекции Актив Агра, да и про селекцию в целом. С подсолнечком и с маслом мы точно будем. А вот теперь точно конец. Это были Агроменеджеры, меня зовут Илья.